Здравствуйте, уважаемые эксперты, уважаемые зрители нашего мероприятия. Рада приветствовать вас всех на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы kabar.azia. В рамках предстоящей пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе мы решили провести совместную экспертную встречу на тему пятая консультативная встреча. ЦА «Что дальше?» в партнерстве с Международной неправительственной корпорацией Search for Common Ground «Поиск общих интересов». Search for Common Ground – миротворческая неправительственная организация, которая в 2015 году создала региональную консультативную рабочую группу. Эта группа объединяет представителей ключевых правительственных организаций, гражданского общества, экспертов, академические сообщества и религиозных лидеров из стран Центральной Азии в рамках диалоговой платформы, целью которой является улучшение регионального сотрудничества, взаимодействие и обмена точками зрения по возникающим проблемам безопасности в Центральной Азии. Мы попросили экспертов, входящих в эту группу, высказать свое видение решения основных проблем, стоящих перед странами региона накануне пятой консультативной встречи лидеров Центральной Азиатской пятерки. Эксперты из четырех стран Центральной Азии, входящие в эту региональную консультативную рабочую группу, уже провели свои консультации и выработали рекомендации, которые мы сегодня надеемся услышать. Разрешите мне представить наших гостей, экспертов из этой консультативной рабочей группы. Я буду называть в алфавитном порядке странств. К нам должен присоединиться из Казахстана доктор политических наук Санат Кушкумбаев, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований, профессор Евразийского национального университета имени Гумилева, политолог и эксперт с большими грантами в области международных отношений и сотрудничества стран Центральной Азии. Из Кыргызстана с нами сегодня политолог и аналитик Эмиль Джураев, кандидат наук. Он является соучредителем и членом Бишкекского аналитического центра Crossroads Central Asia. В настоящее время Эмиль Джураев работает в фонде Сороса Кыргызстана, где руководит программой демократического управления. Он преподавал в программах бакалавриата и магистратуры по политологии в Американском университете Центральной Азии и Академии ОБСЕ в Бишкеке. Его исследовательские и преподавательские направления включали геополитику, межнародные отношения, безопасность, относящиеся к Центральной Азии, а также вопросы демократии, государственного строительства и конституционализма в Центральной Азии. Из Таджикистана с нами на связи политолог Абдуани Мамадазимов, доцент Таджикского национального университета, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Европы Национальной Академии наук Таджикистана, председатель Национального фонда «Шелковый путь. Путь консолидации». До 2016 года Абдуани Мамадазимов был председателем Национальной Ассоциации политологов Таджикистана, специализируется по международным проектам, программам и стратегиям, реализуемым в Центральной Азии, автор множества аналитических статей и монографий. Из Узбекистана мы приветствуем политологов Архода Талибова, директор научно-образовательного учреждения «Караван знаний», который проводит исследования в области гуманитарных наук. Он является доктором политических наук, ПХД, экспертом по международной безопасности, геополитике, региональной безопасности и региональной интеграции в Центральной Азии. У Архода Талибова также огромный бэкграунд в области исследований и преподавания в западных университетах, такие как Гарвардский университет США, Европейский центр исследования безопасности имени Джорджа Маршалла и другие научные учебные заведения. Разрешите мне также поприветствовать директора Международной неправительственной корпорации Search for Common Ground Кенышбека Саиназарова, благодаря которому мы сегодня собрались вот в таком составе. Добро пожаловать, уважаемые эксперты, а также зрители нашего мероприятия. Итак, накануне пятой консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии, которая пройдет в скором времени в Душанбе, эксперты вновь заговорили об интеграции стран Центральной Азии. Ни для кого не секрет, что Центральная Азия находится на стыке интересов крупных геополитических игроков, а сейчас в контексте войны между Россией и Украиной за внимание стран Центральной Азии идет настоящее соперничество. Каждая из сторон пытается повлиять на тенденцию развития в регионе и привлечь страны региона на свою сторону. И странам региона становится все сложнее выстраивать свои межддипломатические взаимоотношения и все сложнее придерживаться многовекторной политики, о которой заявляли лидеры стран Центральной Азиатской пятерки. Понятно, что для противопостояния любым внешним акторам необходимо выработать какие-то действенные механизмы или шаги с учетом интересов каждой страны региона. Вопросы обнения стран региона поднимались давно и неоднократно, но всегда это были лишь попытки и намерения, и что-то всегда мешало такому объединению. Какова ситуация сейчас? Готовы ли страны к более плотной интеграции? Пожалуйста, уважаемые эксперты, расскажите нам, какие самые основные проблемы вы видите и что нужно сделать для того, чтобы их преодолеть. Уважаемый Фархот, мой первый вопрос к вам. Пожалуйста, расскажите, какие проблемы сейчас существуют. Мы не слышим звук. Пожалуйста, включите ваш микрофон. Извиняюсь. Добрый день, доброе утро или добрый вечер, в зависимости от того, где кто находится из участников. Очень приятно снова со старыми друзьями увидеться, хоть и в режиме онлайн. Действительно, проблематика региональной интеграции в Центральной Азии сейчас приобретает новую актуальность, хотя она никогда и не теряла своей актуальности, но в зависимости от различных геополитических зигзагов, турбулентности, острота этой проблематики то возрастала, то ослаблялась и так далее. И вот сейчас мы являемся свидетелями нового роста, актуальности регионального взаимодействия, сотрудничества, кооперации, как это по-разному называют, и интеграции. Должен отметить, вкратце, если говорить, за более чем 30-летний период независимого развития в Центральной Азии, интеграционный процесс, в общем-то, был довольно насыщенным, не без проблем, со своими ups and downs, как говорится. С 1991 года пройден немалый путь, и он не был гладким, он не был ровным. Конечно же, были и свои проблемы, и свои достижения. А и достижения были довольно-таки крупными тоже. Не буду, конечно, углубляться в эти тонкости и детали первичного этапа, первого этапа, который продлился с 1991 года по 2006 год. 15 лет довольно-таки был на очень длительный период, когда был накоплен значительный опыт региональной интеграции. Он был прерван искусственно в 2016 году, и это прерванное состояние продлилось, как я это называю, замороженная интеграция, примерно десятилетия. И вот с 2017 года, фактически по инициативе президента Узбекистана Мерзиевова, был создан механизм под названием «Консультативные встречи президентов». И этих встреч, начиная со Станинской 2018 года до предстоящей, скоро очень, на следующей неделе, Душамбе пятой консультативной встречи, прошли вот эти пять встреч. Я просто лишь обозначил макро-такие зарисовки, макро-факты, как я сказал, не углубляясь в детали, которых просто огромное количество. Но отвечая прямо на ваш вопрос, какие проблемы сегодня, в настоящее время, центрально-азиатские страны испытывают на себе, я хотел бы как раз и сослаться на тот документ, который вы сами вначале упомянули, четыре автора, четыре эксперта из центрально-азиатских стран, из Казахстана, из Кыргызстана, Таджикистана и из Узбекистана, которые сегодня участвуют у нас на этой беседе, подготовили аналитический материал в надежде, что этот материал, аналитическая записка, будет на нее обратить внимание руководители государств и учтут в своей подготовке к пятой консультативной встрече. На этой, точнее, в этой записке, в этом документе, он как бы структурирован таким образом, что мы там обозначили с одной стороны имеющиеся достижения за эти последние годы, начиная с первой консультативной встречи, а также проблемы. На основе нашего общего видения достижений и проблем мы выработали определенные рекомендации для предстоящей консультативной встречи, которые, если у нас будет сегодня возможность, мы можем дальше и озвучить. И, коротко возвращаясь к разделу проблем, обозначу буквально два-три, потому что их тоже немало. В частности, если говорить о нынешнем проблемном спектре в отношениях Центральной Азии или в целом процессе консультативных встреч, я бы хотел сказать, с одной стороны, что сам процесс идет очень медленно. Для меня это медленный процесс. Он как бы связан с некоторой такой сдержанностью, осторожностью президентов, какой-то такой, в моем видении, не совсем оправданной такой осторожностью, медлительностью до такой степени, что не очень-то с таким сильным энтузиазмом участники даже произносят сломо слово «интеграция», ограничиваясь такими малозначащими, не обязывающими ни к чему терминами, как сотрудничество, кооперация и так далее. Сотрудничество у нас, если у нас столько там государств, дипломатические отношения у нас установлены, со всеми ведется сотрудничество, и со многими также еще и кооперация. То есть это не отражает сугубо оригинальный контекст. И я бы подчеркивал и делал ударение именно на термине «интеграция», что сейчас не так-то очень активно употребляется. Короче говоря, одной из серьезных проблем является медлительность, нерешительность, осторожность и так далее. Что не оправдано именно в силу того, что прошло более 30 лет со дня независимости. настало время более решительных действий и решений. Так вот, говоря о решениях, я бы назвал второй проблемой – это то, что консультативные встречи по самому определению, по своей природе, являются спорадическими, возможно, нерегулярными и также ни к чему не обязывающими. Это консультативный формат. Нам же сейчас в Центральной Азии остро не хватает постоянно действующих органов региональной интеграции. И поэтому настало время, как мы также сейчас утверждаем в нашей записке, также перехода от механизма консультации, от формата консультации к формату институтов, создания постоянно действующих институтов. Этот процесс называется институционализацией Центральной Азии. Ну, проблем немало, конечно. Я еще одну проблему, наверное, обозначу для краткости, чтобы потом продолжить с друзьями обсуждение. Я думаю, стоит особо помянуть, следить множество проблем, следующую. Весь этот процесс региональных консультативных встреч президентов носил, я бы сказал так, элитистский характер. То есть он ограничивался самым высшим эшелоном власти. Судьбу региона, если так выражаться, решали президенты только лишь. И они, их политическая воля или отсутствие таковой, и определяла направленность, динамику региональной интеграции в Центральной Азии, будь это замедление или ускорение и так далее. Гражданское общество, экспертное сообщество, активисты, политические партии преимущественно были отключены от этого процесса. Их участие было очень минимальным, что, например, очень сильно контрастирует, например, с европейским опытом, где интеграционный процесс во многом был успешным благодаря активному участию граждан, гражданского общества, ученых, аналитиков, активистов, партий и так далее. Вот этот процесс сейчас очень необходим. Вовлеченность гражданского общества, активистов. И вот знаете, символично, наша группа, как вы ее представили сегодня, также называется консультативной. То есть мы как бы в параллельно консультативной группе встречам президентов также консультируемся, можно сказать, в нашей группе. И, может быть, это является такой первой ласточкой, станет первой ласточкой к тому, чтобы стимулировать, мотивировать более активное участие, не обязательно только лишь высших эшелонов власти, что мы ей предлагали также в своей записи. Пока все. Спасибо вам большое. Да, как вы отметили, действительно, процессы идут медленно, на наш взгляд. Но из всех тех проблем, которые вы перечислили, я думаю, что существует еще, наверное, множество проблем, с которыми странам предстоит сталкиваться и которые предстоит решить. Эмиль, мой вопрос к вам. Ваше видение, пожалуйста, как вы думаете, смогут ли страны преодолеть внутриполитические разногласия? Что вы думаете по этому поводу? Приветствую всех. Здравствуйте. Добавить к тому, что сказал Фархад Алипов, несколько вещей. Во-первых, хотел бы обозначить, когда мы говорим о проблемах, которые стоят перед всеми странами, коллективно или по отдельности, их на самом деле очень много. И отдельно их перечислять, наверное, сейчас будет не совсем продуктивно. Этой проблемы и водных ресурсов, и земельных, и трансграничных, инфраструктурных процессов, как бы ресурсов, что дорожных, ирригационных и, конечно же, неочерченные пограничные вопросы. Самая уязвимая и проблемная точка, наверное, сейчас, конечно же, между Кыргызстаном и Таджикистаном. Но я бы хотел больше сказать в двух словах о проблемах, которые характеризуют взаимоотношения между пяти странами и проблемы в процессе интеграции региона. И тут я бы отметил три таких основных, основные темы. Первое – это взаимоотношения каждой из стран с третьими странами, мировая геополитика и возникающие проблемы и сложности, которые возникают у каждой страны, будь то с Россией, будь то с Турцией, будь то с Китаем. То есть, извините, у нас технические нюансы появляются. Да, понимаем. Да, тут ждали-ждали и как раз подошли сейчас. И поэтому очень трудно, особенно роль, конечно, России, тут, наверное, нужно понять, насколько она велика, в взаимоотношениях между странами и Центральной Азии. И это растущая роль и Китая, и тем более, конечно, всех остальных стран, там, Соединенные Штаты и так далее. Это одно. Второе – это, как бы в продолжение первого, это не совсем проясненная позиция каждой страны по отношению к Центрально-Азиатским региональным процессам. То есть, насколько, например, отдельно взятой стране, Кыргызстану, Казахстану, кажется наиболее важным, или в какой степени важности стоит вопрос сотрудничества между пятью странами Центральной Азии по сравнению, скажем, с тем же ОДКБ, или с ЕАЭС, или ШОС. То есть, вот эти параллельные накладывающиеся членства и участия каждой из стран в разных форматах, это, мне кажется, дает некую разрозненность, неясность, неустановленность этих разных членств, разных коммитментов. Мне кажется, это нужно будет очень четко и принципиально решать и обсуждать, желательно уже в предстоящей встрече в Сушенбе. И последнее, такое более уже большое принципиальное, мне кажется, вопрос доверия. И этот вопрос доверия, дефицит доверия между разными странами, он как раз возникает из первых двух того, что я сказал. То есть, у нас у каждой страны есть разные другие направления внешней политики, другие взаимоотношения с третьими странами или двусторонние взаимоотношения даже внутри региона. И на этом фоне, в сравнении даже с другими взаимоотношениями процессами, в пятерке стран Центральной Азии, мне кажется, все-таки чувствуется недостаточное доверие. И как раз из-за недостаточного доверия, я могу даже предполагать, что отдельные государства, отдельные лидеры руководства разных стран не могут полноценно, всемерно вложиться, сделать инвестицию, такую дипломатическую, политическую инвестицию в улучшении, усилении Центральной Азиатского процесса. Потому что все оглядываются и на другие свои связи и отношения. Мне кажется, это должно появляться таким, становиться вопросом, на который они все уделяют внимание. И это все, мне кажется, как раз приводит к тому, что Фархад Ака чуть выше сказал, что если мы пять лет в пяти саммитных встречах консультативных обсуждали, сближались и испытывали точки соприкосновения, насколько соприкосноваются вообще точки зрения каждой страны, то, наверное, регион созревает и созрел, чтобы следующие пять встреч, следующий цикл этих встреч был уже созидателем, чтобы он уже создавал и переходил на процесс институционализации, нежели консультации. И этот процесс институционализации, конечно, он не может быть ограничен встречами глав государства. Он должен быть гораздо более шире, шире и многоформатнее, многоуровневым. И все это, конечно, требуется как раз для того, чтобы улучшать, усилять доверие между странами и прояснять, насколько приоритет у каждой страны отдаются вот этим региональным процессам сближения. Спасибо большое. Это очень важные вещи. Я вот перед тем, как начать эту встречу, думала о том, что, да, проблем очень много, и, наверное, если говорить об опыте других стран, то вот процесс интеграции их занимал гораздо большее время, но потом еще подумала про то, что нужно же вот все-таки учиться на чужих ошибках, да, это, наверное, быстрее сформирует и даст толчок движению вперед. Спасибо вам за вашу экспертизу, становятся очень многие вещи, становятся понятными. Абдугани Мамадазимов, пожалуйста, вам слово, ваше видение проблем, которые существуют на данный момент. Добрый день. Нас слышно? Нас слышно, да? Вас слышно. Я прошу прощения, в эти дни у большинства стран Центральной Азии отмечается уже 32-й годовщине независимости. То есть уже 32-й раз в каждой стране происходят массовые общественно-политические мероприятия, посвященные независимости, 32 года. А уже через неделю будет пятая консультативная встреча. Обычная консультативная встреча должна быть один, два, три раза. У нас пять раз. На каждую страну по одной. И с начала нулевых годов нового тщелета, нашего столетия и тщелетия, мы сперва Казахстан, потом другие страны перешли от политики опоры на одну сверхдержаву, на политику открытости, многовекторности и открытых дверей. И в последнее время, мы говорим, что уже два года назад, с выводом американских войск из Афганистана, я считаю, что большая игра ушла от Центральной Азии. Поэтому через месяц после вывода американских войск, в Душамбинске состоялся саммит шосс, и тогда Касымжимар Тукаев, казахстанский лидер, сказал очень хорошие слова. Нам в Центральной Азии не нужна большая игра, нам нужен большой рывок. Поэтому последние два года у нас в Центральной Азии, в самом молодом регионе, у нас появляется уникальное окно возможностей объединиться, интегрируется и сделать рывок вперед. У нас все возможности есть. Однако, много вещей, как внутри страны, как со стороны сопредельных регионов или со всех держав, идет жесткая конкуренция. С начала нулевых годов, с августа 2004 года, японская дипломатия разработала на основе ASEAN+, такой формат C5-1, и с 2004 года, до вывода Американского войска, постепенно вот этот формат стал универсальным. Все большие игроки начали принимать вот этот формат. То есть подход к региону не расчленяя и господство, а видение региона в целостности. Поэтому, с одной стороны, внешний взгляд, то есть наши основные партнеры готовы рассматривать нас как единый регион, а к огромному сожалению, мы сами еще не готовы. Поэтому есть как внутриригиональные проблемы. Естественно, основная проблема – это нерешенность пограничных вопросов между Таджикистаном и Кыргызстаном. Если мы этот вопрос решили бы, и вмешательство или какое-то влияние внешних игроков на центрально-азиатские дела было бы меньше. Введение было бы минимум. И в прошлом году сюда присоединится новая проблема – это огромный протяженный канал Коштепе, который строит новое афганское правительство, которое забирает огромное количество воды из бассейна Амудари. То есть есть очень много проблем, которые толкают нас. Мы должны как-то объединиться. Естественно, многие не могут использовать до сих пор, не готовы использовать тесные интеграции, больше говорят о кооперации. И участие наших ряд стран в ряда региональных или межрегиональных соглашений тоже влияет. По-моему, поэтому есть очень много вопросов. Я думаю, перед Душаминским саммитом консультативной встречи мы находимся на перекрестке. Или дальше будут идти консультации, или начинается реальная институционализация. То есть мы создаем какой-то наднациональный формат или какое-то объединение, или союз, или ассоциация. Она будет работать именно по началу институционализации. Поэтому от Душаминского саммита мы ожидаем очень многое. И мы ждем какой-то большой прорыв, потому что жесткая геополитическая турбулентность вокруг Центральной Азии толкает нас, чтобы мы опять объединились как экономическом плане, как социальном плане и как политическом плане. Как раз мы можем, если объединимся, это будет примерно 700-800 миллионов человек. Это будет хорошее, как в мировом сообществе, это хороший фактор, чтобы мы нашли свое достойное место в мировом сообществе. Спасибо. Спасибо вам большое. Санат Кушкумбаев, я рада приветствовать вас. Я вас представила. Добро пожаловать. Спасибо. Вы уже присоединились давно. Пожалуйста, вам слово ваше видение тех проблем, которые сегодня мы обсуждаем. Конечно, я согласен со своими коллегами, которые обозначили вот этот реестр, наверное, спектр вопросов проблем как внутренних, так и внешних. Они есть, но не стоит забывать, наверное, как вы правильно тоже отметили, и извлекать уроки из опыта и собственного. В принципе, мы сейчас находимся на новом цикле. Все циклично. То есть где-то более 30 лет назад, смотрите, у меня тоже. Более 30 лет назад начался процесс региональной интеграции. Причем он начался с тех же стран, которые подписали в прошлом году договор в Челкуанате. Ну, это вот Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан. То есть это ядро было в начале. И вот в январе этого года, в принципе, 30-летие этого договора было подписано в Челкуанате. В апреле 94-го года, вот в следующем году будет тоже опять 30-летие, был старт первый такой дан уже институциализации, как Фархо так оговорил, региональной интеграции, регионального сотрудничества. Стороны и страны тогда более смело говорили о более таких амбициозных целях, то есть о региональной интеграции, о создании различных межгосударственных институтов. И они были созданы. Это надо помнить. Поэтому то, что мы сейчас пытаемся пройти, это, в принципе, какой-то определенный новый цикл. И где-то, наверное, эта осторожность, может быть, была оправдана, вот когда была инициатива о созыве консультативных встреч. И большим, наверное, плюсом является то, что Туркменистан, который и в первых интеграционных объединениях, он не участвовал, сейчас участвует в этом консультативном формате. Следует, наверное, учитывать и статус нейтральной Туркменистана, который тоже сделал вот этот шаг. Это довольно символично, значимо, с точки зрения регионального единства. Другой аспект с проблемой – это то, что, наверное, страны еще не объединены какими-то общими ценностями. Это важно, наверное, с точки зрения стратегической преемственности. Потому что президенты, парламенты, политики, они будут меняться. Если мы видим пример Европейского Союза, который развивается по этапу, меняются генерации политиков, но преемственность сохраняется. Что объединяет? Объединяет ценностей. Здесь, в этом плане, конечно, очень, я думаю, важно будет скрепить именно региональное единство общими ценностями, общими задачами стратегическими и целями. Вот этот видение этого, этот горизонт вот этого планирования, он должен быть расширен, то есть не на пять лет, наверное, а на более отдаленную перспективу. Стороны страны могут прокалькулировать, даже если это говорить экономическими терминами, просчитать взаимную выгоду. Она заключается в двух аспектах, и в экономическом плане, и в политическом плане. То есть с точки зрения экономики, наши рынки, они интересны тогда, когда будут большими объединенными. Понятно, что рынок там в 10-15 миллионов человек, он слишком мал. Рынок в 75 миллионов человек, это вот все наши группы стран. Это довольно интересно и значимо, более-менее будет самодостаточно. С точки зрения политической независимости, нашей субъектности, укрепляя региональные единства, мы укрепляем независимость и субъектность каждой страны в отдельности, учитывая наш потенциал, наши возможности на мировой арене, с точки зрения политики, экономики, в контексте геополитического окружения. Поэтому понятно, что и вот коллеги, которые обозначили этот спектр проблем, то есть воздействие внешних держав, внешних сил, оно двоякое. С одной стороны, этот формат, который 5+, он уже есть, существует несколько лет, за последний год мы видим именно ключевые игроки, важные с точки зрения развития нашего региона, придерживаются этого формата. Это, я думаю, позитивный хороший сигнал. В ноябре прошлого года был саммит России, Центральная Азия. В мае был соответствующий, тоже на высоком уровне, саммит Центральной Азии, Китай. И вот в сентябре в скором времени в Нью-Йорке должны состояться уже саммит США, Центральная Азия. То есть это показывает, что отношение этих игроков к региону, к региону. Причем одним из первых это начал делать Европейский Союз, надо отметить, потому что они приняли соответствующую стратегию по Центральной Азии и относились как регион к региону. Это тоже сыграло большую роль как фактор внешнего региона образования для Центральной Азии. И здесь, наверное, нам просто, ну, важно, наверное, где-то есть набраться терпения, но с другой стороны проводить соответствующую работу, то есть на экспертном уровне. Я думаю, прежде всего, эксперты, интеллектуалы должны стоять, наверное, в авангарде процесса, помогая, готовя подобного рода документы, как мы подготовили полисы, пейперы, будем публичных и других выступлений, продвигать идею региональной интеграции. Эта цель, она должна быть обозначена как макроцель, как генеральная идея, а потом уже, наверное, она требует своего наполнения и развития в каждой стране в отдельности, действительно, потому что если мы в национальных стратегиях будем учитывать региональные контексты, и они будут где-то синхронизированы, наши повестки, тогда у нас и более насыщенными, наверное, более предметными будут встречи в уровне главных государств, будут созданы соответствующие институты, например, если мы говорим о сотрудничестве в экономической сфере, то это правительственные, главы правительства, если мы говорим о министерствах иностранных дел, координации по ряду других глобальных вопросов, это МИДы наши, министерства обороны, то есть вот соответствующие институты, они были созданы, вот я опять же напоминаю тот опыт, который у нас был в 90-х годах, то есть был Совет министров обороны, Совет министров иностранных дел и так далее, то есть все отраслевые существовали, то есть даже была принята соответствующая документация, их очень много было, то есть если порядка 100, ну по моим подсчетам около 170 документов было принято, довольно важных и значимых, но сейчас это, конечно, груз истории, груз архива уже, потому что все они канули в лето уже в середине 2000-х годов. Спасибо вам большое, я надеюсь, да, что дальнейшая работа, и в том числе ваша, она будет, как вы сами говорите, она будет более плодотворной, я надеюсь, что те документы, которые составляют наши эксперты, они будут приняты, учтены, и идем дальше. Я вижу поднятые руки, но я хочу сказать нашим участникам нашего мероприятия, что у вас появится возможность задать свои вопросы в конце. Сейчас мы продолжаем, и прежде чем продолжить, я бы хотела попросить вас заполнить форму по ссылке, которую у нас вы увидите в чате, и ответить на несколько вопросов, это займет у вас 2-3 минуты, а для нас это очень важно, для обратной связи, и для того, чтобы помочь улучшить нам нашу работу в дальнейшем. Я сейчас хочу начать второй блок нашей встречи, это непосредственно рекомендации, над которыми вы очень плодотворно и хорошо поработали, и прежде чем передать слово Харкутака вам, я хочу сказать, что вот примеры мировой практики, о которой уже говорили вы, показывают, что в интеграционных объединениях живется легче, интеграционные объединения необходимы для устойчивого и бесконфликтного развития стран, экономик этих стран, что нужно предпринять, и вообще, что возможно ли, чтобы центрально-азиатские страны могли себя позиционировать, я, например, себя позиционирую, как гражданин Центральной Азии, и вот что можно сделать для того, чтобы наши страны позиционировали себя как единый субъект, чтобы полноправно вовлечься в мировую политику. Пожалуйста, вам слово. Вы знаете, может быть, я покажу страну, но я хотел бы процитировать нашего первого президента, который давно-давно, в 1900, аж в 1997 году в своей, так сказать, прославленной книге «Узбекистан накануне 21 века» сказал таким образом про региональную интеграцию в Центральной Азии. Я эту цитату даже часто использую в своих лекциях перед студентами, а именно «Центрально-азиатские страны не нуждаются в интеграции». Я перефразирую. «Не нуждаются в интеграции, потому что они уже исторически интегрированы». Это не проект на будущее, это данность. Все, что нужно для Центрально-азиатских стран сегодня, так это, чтобы на вот эту историческую интеграцию, историческое единство наложить современные организационные, политические и правовые формы. То есть, этим самым и президент, и, ну, я думаю, широкая общественность, и экспертные сообщества тоже признают факт, что есть некая такая органика, историческая предопределенность интеграционных процессов. Это даже подтверждается в том, что когда за период 30 с лишним лет происходили какие-то отклонения от этого заданного пути интеграции, когда шел успешно процесс интеграционный, и вдруг происходили какие-то отклонения, задержки, замедления, ну, и еще, конечно же, вот это вот десятилетняя заморозка интеграции, то историческая предопределенность, как я сказал, органика, скрытая или явная органика отношений между народами и государствами Центральной Азии возвращала клонившиеся, так сказать, страны на генеральный путь интеграции. Ведь, посмотрите, даже если, вот мы говорим, 10 лет была заморозка, да, казалось бы, страны перешли от пятистороннего формата на двусторонний, и можно было бы и так же и продолжить в двустороннем формате отношения между странами Центральной Азии, но вот почему-то появился снова и пятисторонний или возродился пятисторонний формат в виде консультативных встреч, когда к этому никто никого не принуждал. Это была инициатива, которая, я думаю, органически была заложена в природе отношений Центрально-азиатских стран. Я могу в этих словах выглядеть немножко, так сказать, немножко лиричным или утопичным, романтичным, но в этом есть свой рационализм, ведь есть логика в том, что возобновился этот процесс региональный, верно? Поэтому, когда мы говорим, что нужно сделать, или как это все оживить, вопрос немножко даже можно скорректировать, как я и процитировал президента первого. На самом деле, конечно, велосипед изобретать и не стоит. Надо просто двигаться дальше, создавая в инновационном режиме, наверное, на основе такого, как говорят на английском языке out of box thinking, то есть выходя за рамки стандартного мышления, создавая какие-то новые инновационные формулы, решения, форматы, двигаться дальше. Более того, вот как мы сегодня уже выше говорили, для этого у нас уже накоплен достаточно позитивный опыт, особенно 90-х годов, 1990-х годов аж вплоть до 2006 года. Опыты есть, то есть велосипед изобретать особо и не стоит, и надо просто двигаться более решительно. И, наконец, особенно с учетом того, что сейчас наиболее, наверное, удобный момент для такого решения, для такого более динамичного движения, потому что, я думаю, если и появлялись в 90-х, в начале 2000-х годов какие-то препятствия, политические какие-то воздействия, то, я думаю, сейчас нам, наверное, я могу выглядеть немножко, может быть, не совсем убедительным. мне кажется, несмотря на вот эти турбулентности, как мы сейчас часто говорим такими терминами, какие-то возросшие напряженности между великими державами, на самом деле центрально-азиатские страны сейчас имеют такой удобный карт-бланш, когда вряд ли мы можем столкнуться с какими-то препятствиями. я думаю, вполне реалистично ставить большие задачи, ставить планы, учиться как раз-таки, как мы уже сегодня говорили, и на собственном опыте, да и на опыте успешных интеграций, что мы меньше всего делаем, а именно я, например, предлагал бы очень полезное и было бы применение изучения опыта Европейского Союза для центрально-азиатского контекста и дальше двигаться более решительно. Повторяю, это удобный момент, и я думаю, никто, никакие великие державы при всех своих противоречиях друг с другом, я думаю, не могут сейчас так убедительно и решительно ставить какие-то препоны для ускорения интеграционного процесса в Евгене. Спасибо большое, я рада, что вы такой оптимист, потому что я тоже сама оптимистка. Я рада, что вы такой оптимист, потому что я тоже сама оптимистка. Да, у нас что-то тут технические повторения. Я хочу предоставить слово Санату, Пушку Гуаеву, пожалуйста, ваши, ваше видение дальнейших шагов по интеграции. Ну, конечно, есть собственный взгляд, например, да, может быть, взгляд гражданина, да, как вы отметили, жители страны, в данном случае Казахстана, которые искренне, я искренне верю в том, что региональная интеграция, она сделает нас всех более сильными, более устойчивыми, это важно, я думаю, должна стать частью повестки нашего развития. Но есть и реалии, которых все коллеги отмечали, понятно, что это связано с множеством внутренних, внешних факторов, но эти вызовы, которые стоят перед странами, с другой стороны, с обратной стороны медали, это тоже важный объединяющий фактор. То есть эта повестка очень близка для многих стран, поэтому не случайно этот процесс, пусть в осторожном таком формате, консультативных встреч, он был запущен пять лет назад. Поэтому пять лет это, конечно, очень даже важное, символическое с точки зрения политики и наших общих дат, когда можно традиционно подвести определенную черту, сделать ревизию прошлого и сделать решительный шаг к будущему. Поэтому понятно, что есть ожидания, что будет следующий шаг, следующий этап, и будут поставлены цели, пусть даже не настолько амбициозные, как мы говорили в нашем документе, но которые будут показывать общий вектор развития в том направлении, к которому говорит, к региональному единству. Связанность нашего региона, она исторически обусловлена, культурно, и это фактор, который, ну, как бы имманентно он присутствует, он естественный, наверное, для нас, множество нитей, множество связей, тысячи этих связей, но именно на политическом уровне открываются все барьеры и открываются шлюзы, скажем так, на пути к этому. Поэтому те актуальные задачи, вопросы, которые стоят в повестке наших стран, они должны быть решены в обозримой перспективе. То есть это и связано с границами нашими, и с транспортным кредитом, и с водопересурсами. Конечно, этот вопрос очень сложный, наверное, он будет наиболее сложным, но оптимизм передает то, что, несмотря на то, что все организации, которые были созданы в Центральной Азии в 90-х годах, они канули в лету, но фонд спасения орала, он всегда существовал. И вот, встреча в Душамбе, она будет сопряжена саммитом лидеров, участников фонда спасения орала. Это тоже, вот, все пять стран всегда участвовали в этом формате. Это показывает то, что есть все-таки воля, и уже другое поколение сейчас лидеров в Центральной Азии, ну, в большинстве, и тем не менее, мы видим в том, что есть в этом вопрос сопряженности, это то, что делает, ну, скажем так, рациональным, наверное, выбор стран, регион. И я думаю, что именно эта логика, то есть рациональная логика, логика и интересов национальных и региональных, она будет возобладать все больше и больше. Потому что и общество меняется, и я полагаю, что и последующие поколения политиков, и сейчас, которые приходят более молодые, они понимают и делают этот рациональный выбор. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Абдухани, пожалуйста, вам слово. Коротко, по три минуты. Да, постараюсь. Здесь можно использовать марксистскую терминологию, хотя я сам не марксист, а примордалист, но вот такой термин базис и настройка. В нашем регионе базис есть, то есть все почти более 70 миллионов человек, который живет здесь. Все согласны, что мы должны быть вместе. Если даже считать каждый год ежегодную статистику посещения качества туристов, Узбекистан больше посещает из всех стран, это таджики, киргизы, казахи, таджики, больше посещают узбеки, киргизские и соколь больше приезжают казахи и узбеки. Скоро мы решим вопрос границы и мы тоже будем посещать. Мы обеспечиваем, мы организовываем селхозяйственный ярмар по странам Мизовья и Казахстан ежегодно в течение 32 года стабильно обеспечит нашими мукомольными продукциями. Другими словами, базис есть, нам нужна только настройка. И очень хорошо здесь отметился надбег из всех настроек в не слышно. У нас тут был скачок с интернетом, поэтому я не знаю, я не вижу. Слышно меня? Абдугани выбила? слышно было. Да, это нас всех выбило, и Абдугани по-моему тоже. Эмиль, давайте вам слово, пока Абдугани вернется, ваши, пожалуйста, рекомендации. В принципе, да, уже предыдущие мои коллеги высказали большинство, и лишь могу подчеркнуть, что помимо того, что крайне привлекательно сотрудничество, пяти стран, и каждой стране выгоднее, если мы часть чего-то большего, рынка большего, чем, скажем, каждый самый по себе, то с другой стороны, нужно понимать, нам важно сотрудничество также из-за того, что вызовы обостряются. Вот этим летом, например, снабжение ирригационной водой стали крайне острым краеугольным камнем и взаимоотношениях, и вообще в стабильности в каждой стране. Прошлая зима показала, насколько энергетические вызовы могут стать крайне серьезными. И это все вынуждает, мне кажется, страны больше, чем когда-либо понимать, насколько близкое тесное взаимоотношение и выработка механизмов быстрого и слаженного реагирования на такого рода вызовы крайне важны. А для этого, как мы уже чуть выше сказали, и в рекомендациях к государствам у нас предложено, что диалог между пятью странами должен переходить на более рабочие многоуровневые слои. Например, должен быть некий институт постоянного диалога и выработки совместных решений, скажем, между министрами иностранных дел, между разными отраслевыми министерствами. И так, чтобы эти высокие политические символические заявления подкреплялись и уже реализовывались на деле в конкретных направлениях общих интересов. И это является, наверное, ключевым вызовом. А для этого, конечно, очень важно также, чтобы, как одна из рекомендаций из того, что я сказал, неопределенность приоритетности центрально-азиатской интеграции для стран региона, мне кажется, мешает этому процессу. для этого, поэтому сейчас, например, в чате вопрос был задан, может ли стать вызовом предложение Китая институционализировать отношения КНР со центральными странами центральной Азии. Представьте, между центральными странами региона нет конкретного институционализированного процесса взаимоотношений, а Китай сможет своим весом, своим импуленсом внедрить и уже запустить институциональную основу в этой 1 плюс 5. И поэтому, мне кажется, странам очень важно сейчас с этим определяться и уже налаживать внутри региональный институционализированный процесс взаимоотношений. Становлюсь на этом. Да, спасибо большое. Вот Абдугани Мамадазимов написал мне, что у него техническая проблема и, наверное, он уже не сможет подключиться. Спасибо, Эмиль, за то, что вы уже ответили на вопрос Наргиза Умаровой, которая задавала нам его. И у нас есть вопрос от Гевина. Гевин, добро пожаловать, приветствую. Вы спрашиваете или вы говорите, что было бы огромным шагом, если бы страны Т, это Таджикистан и Туркменистан присоединились бы к Челкунатинскому договору на саммите в конце этого месяца? Как вы думаете, будет ли это в повестке дня? Кто-то уже ответил, что есть это в повестке, но этот ответ убран и говорят, что Туркменистан под вопросом. Кто ответит на этот вопрос, пожалуйста, если у вас есть ответ? Пархот, пожалуйста. Ну, я думаю, из вот этого факта подписания, не подписания мы делаем какой-то измухи слона. Мне такое впечатление. Потому что, собственно, если прочитаете договор, он, в принципе, не столь сильно отклоняется или, скажем так, отличается от стиля декларации или тех, как это мы называем, совместных заявлений, которые всегда делались после каждой консультативной встречи. С этой точки зрения подписание или не подписание, ну, скажем так, негативно, не подписание не может оказать какого-то такого сильного негативного влияния на весь ход консультативных встреч. Допустим, если Туркменя не подпишет, это не будет означать, что Туркменя снова вернулась в какую-то такую скорлупу и перестала участвовать в консультативных встречах. И это будет нормальным диалектическим процессом, они будут продолжать, я думаю, но будем, конечно, надеяться. Я даже думаю так, подписание скорее вероятно, чем невероятно, потому что, если не будет и на этот раз подписываться этот договор, то это будет ложиться тенью на тех самых странах, которые и не подпишут его, потому что в тексте договора нет каких-то таких пунктов, каких-то обязывающих каких-то положений, которые бы служили причиной воздержания от подписания. Надо просто открыть текст договора, прочесть, и видно будет, что ни для Таджикистана, ни для Туркменистана нет никаких причин для того, чтобы откладывать это подписание. Какие-то возникавшие между ними приграничные инциденты, какие-то проблемные ситуации не могут также служить причиной для того, чтобы не выразить политическую волю, добрую волю на будущее. Это ведь договор написан в стиле, если обратитесь у меня на название, добрососедство, дружба, сотрудничество в 21 веке. Я бы даже преувеличенно сказал бы, он рассчитан на весь 21 век. И подписание этого договора, я думаю, при всех сложностях, напряженностях, на границе и так далее, просто напросто отразит, что на высшем уровне, на уровне глав государств просто есть политическая воля. А инциденты, происходящие на местах, это только лишь локальное, спорадическое, негативное явление, не более того. Поэтому неподписание будет непонятным для наблюдателей, для народов, для простых людей и так далее. Поэтому я и говорю, что подписание скорее вероятное, чем невероятное. Спасибо большое. У нас еще есть один вопрос. Вот у нас есть участник, пользователь Zoom. Пожалуйста, представьтесь и коротко. У вас вопрос или что? Включите микрофон свой, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Исмайл Дейров. Я чисто случайно всем попал на вашу тусовку, что называется, политолог. Ну, я сам не политолог, профессиональный, но уже почти 30 лет занимаюсь региональными вопросами в области экологии, водных ресурсов, изменения климата. И вот мне было интересно вот вашу точку зрения послушать, как в ваших выступлениях отразится именно вот эти вопросы, поскольку я занимаюсь ими, уже сказал, почти 30 лет на региональном уровне. У меня есть публикации, если вы наберете, вот, и не такие общие, расплывчатые, так сказать, что да, это нужно, а именно видение профессиональных этих вещей. И что я хотел бы просто отметить, вот здесь уже прозвучало, во-первых, озабоченность, вот это, строительство Кош-Тепе по Амударье, озабоченность вот этим водоснабжением на Кыргызко-Казахской границе. еще моменты у нас возникает, то есть я хочу сделать месседж в том плане, что для нашей эффективной интеграции вот эта неурегулированность водных вопросов, она является самым главным вызовом, и которая препятствует нашей подлинной интеграции. Я вам говорю, мы уже остановимся на своем профессиональном опыте в этом вопросе. И если мы этот вопрос не решим, касаться сами между собой, то все вот эти внешние игроки, ШОС, ЕАЭС, ОС, они нам ничего не помогут. Поэтому аральский кризис, вот в этом году будет 30 лет создания МФСА. Вот я был в Душамбе на этой юбилейной конференции, 30 лет мы говорим про аральский кризис, про аральский кризис, собираемся уже сколько денег на это стратили, и что мы за эти 30 лет сделали по спасению аральского кризиса. Если так посмотреть. И я вот вспоминаю, вот здесь приводились слова президента Узбекистана покойного Ислама Каримова от 99-го 90-х годов. А я вспоминаю его заявление, громкое заявление 2012-го года, которое он делал в Астане во время встречи с Назарбаевым, о том, что в Центральную Азию ждут войны за воду. Если мы не выработаем эти эффективные механизмы, так сказать, превентивные механизмы именно добрососедских отношений, то мы к этому и придем. И вот это Кош-Топе, о чем я говорил, и многие другие, они уже являются признаками этих процессов. И вот в этом отношении Касамчо Мартуакаев, его отслеживаю выступление за последний год, он говорил об этом на 4-й консультивной встречи, затрагивал тему изменения климата, потому что вода и изменение климата не тесно взаимосвязаны. И он об этом говорил на Станинском экономическом форуме, он об этом говорил в недавней речи БРИКС, на саммите БРИКС. И вот сейчас мне интересно, как это будет на Душамбинской двух встречах консультативной саммите МФСА. И нам необходимо, я считаю, именно на этих вопросах концентрируйся. Я прошу прощения. Абсолютно, вы абсолютно правы, потому что эксперты наши говорили о том, что проблемы, которые существуют, они еще, их предстоит решить. Я благодарю всех вас за активное участие. Лола, секундочку, можно? Секунду буквально. Я благодарю наших уважаемых экспертов за вашу экспертизу. А, Фархот, вы хотите что-то сказать? Буквально две секунды. В секторе чат я отправил ссылку на как раз публикацию этой самой аналитической записки, которую региональные эксперты ей представили. Вот вы можете ознакомиться с полным текстом в этой ссылке. Спасибо вам огромное. Я думаю, что эту аналитическую записку мы тоже у себя на сайте разместим в рамках вот этой хайлайта по экспертной встрече. Спасибо огромное. Я хочу вас поблагодарить за вашу экспертизу. Я хочу поблагодарить наших партнеров Search for Common Ground за инициативу собрать участников региональной консультативной рабочей группы. Я напомню, что с нами сегодня на связи из Казахстана был Санат Кушкумбаев, Эмиль Джураев из Бишкека, Абдуганима Мадазимов из Таджикистана и Фархот Талибов из Ташкента. Модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова. А больше аналитических материалов по этой и другим темам, волнующих жителей стран Центральной Азии, вы можете найти на нашем аналитическом портале по адресу www.kabar.azia. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин